Это у нас... Я правильно понимаю? Да, это основное блюдо. Сам Рагнарозд, так не уезжай в карту. А вы, Банви Иваны, приветствую вас снова на распаковке. И понимаете, такое дело, я не ожидал, что сегодня будет у нас анбоксинг. Меня совершенно внезапно привезли посылку, но как бы не будем уже откладывать надолго, правильно? Правильно. Поэтому давайте начнём. Такая вот коробочка сегодня. К сожалению, она сразу распакована, то есть коробку вскрывать не будем, у него грузинка мне от этого, но как есть. Что тут у нас такое? Это коллекционное издание на 15-летие Баркрафта, которое имеет в себе много всякой всячины. В том числе, с моей стороны нет ничего, но ладно. Фигурка Рагнароса, 30 сантиметров в высоту, всё такое классное. Две модельки маунтов для игры, значок Аникси, коврик для мышки и что ещё? Что ещё? А, репродукции, иллюстрации. И там, по-моему, ещё 3 с ней дают тебе поиграть. Сама коробка. С одной стороны у нас орк, кто это я, честно говоря, не могу узнать. С другой стороны у нас эльфка стоит. Тоже кто это я не знаю, честно говоря. Может на такие лоры мне подскажут, но я так не могу с первого взгляда увидеть, кто это. Ну что, давайте вскрывать обёртку. У нас она запаяна в этот раз довольно-таки простенько. С одной стороны всё открывается. Что ж, я не знаю, как это мы будем вскрывать. Ага. Товар лицом, ребят, товар лицом. Смотрите, какая красота сразу смотрит у нас. Она такая блестит, ещё немного приливается, всё такое. На видео будет херово видно, но поверьте, это очень красиво. Это очень красиво. Что это у нас? О-хо-хо-хо-хо, оно вот так выезжает даже отсюда. Ладно, отложим пока что коробку. Ладно, давайте ревнороссы мы запечатаем обратно. Тут вернулшок открылся. И рассмотрим эту коробочку чуть попозже. А сначала глянем, что у нас вот здесь. Блин, красивая коробка. Что у нас по бокам? Ничего особо интересного нет. И давайте её раскрывать. О-хо-хо-хо-хо-хо, смотрите. И что это у нас? Коври, я так понимаю, да? Так, коробки. Блин, сама коробка классная. Вот эта. Я её, я думаю, оставлю и буду использовать для разных недокументированных нужд. Блин, а просто я знаю, что это малая лимитка. То есть там сколько-то тысяч сделано всего лишь, а номера я что-то нигде не вижу у этого всего. Блин, странно. Так, что у нас здесь? Давай. А как тебя сюда вытянуть? Надо посередине. Ага. Что это у нас? Это, видимо, литография. А тут коврик. Ну что ж. Коврик, честно говоря, китайский. Там на коробке, кстати, и написано это всё. Покрыт он сверху пластиком, чтобы сильно не трепался, видимо, рисунок. А он переливается или мне кажется? Нет. Просто обычный коврик. Не сильно большой. Я думаю, мне он не пойдёт. У меня всё-таки побольше нужен. Я на компьютере мало играю, но тем не менее. Так, давайте поближе. Чтоб его не отсвечивало. Ах, свет. Нужно свет купить нормальный. Собственно, это сеть три мира на данный момент. Дрианор. Аутленд. Ну, фактически два Дрианора. Только один после апокалипсиса, другой до него. И Азерот. Причём на Азероте у нас, да, ни Пандари, ничего нету. Ладно, что ж. Неплохо. Думаю, поставлю на полку скорее. Откладываем. Что у нас ещё здесь? Значок Аниксии. Как он раскрывается? Металлический. Что уже радует. Блин, а... Его как снять-то отсюда? А, он отвинчивается даже как-то. Сейчас посмотрим. Сейчас поближе посмотрим на всё. Всё покажу вам. По-моему, я не могу порезаться даже от него. Ага. Он привинчивается. Блин. Первый раз вижу такой значок. Что ж, давайте поближе как-нибудь на камеру. Вот так. Я потом, думаю, отдельно сниму футажи поближе, чтобы видно всё было. Но как-то так. Чтобы вы понимали, сзади просто несколько штырьков, и они прикручиваются как-то к одежде так, что ли? Блин. Я не знаю, как это носить. Надо будет почитать. Что это вообще такое? Тут ничего не написано. Нет. Ладно. Это положим вот сюда тогда, чтобы не потерялось. Так. Странно. Странно, странно, странно. Что у нас в конвертике? Ага. Это у нас что-то рекламка. Да, рекламка. А это 30 дней игрового времени, юбилейный транспорт, да? И тут кодики. Вот это всё. Отлично. Это мы потом активируем. Я думаю, потом на видео ещё вставлю геймплей с Вова. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. А конвертик тоже неплохой. Тоже перебивается. Твёрдый картон, наверное. Приятно. Так. Последнее перед основным блюдом дня. Литографии, да? Ёжка. А их-то много. Их-то много. Блин, наверное, я тоже в это буду крупным планом снимать всё. Но поверьте, это круто. Очень качественно сделаны. Очень приятные. Их действительно много. Пачка целая. Так что я думаю, мы потом... Я отдельно вставлю с музыкой их проход на более крупный план. А то с этого ракурса плохо видно будет, наверное. И отсвечит это всё. Что ж. Но все мы собрались ради него. Ради Рагнароса. Что ж. Всё с коробкой. Собственно, тут его молот. И больше ничего. Сверху написано Рагнарос. Коллекторс Эдишн. Номера. Фигурки тоже нету, да? А, нет. Номер есть. И это... Блин. Это такой тираж здоровый, что ли? Короче, ладно. Всё это мелочи. Скрываем. А, тут он с инструкцией, он сборный, оказывается, немножко даже. Интересно. И... Пенопласт. Что ж. Мы это всё достали. Давайте будем собирать. Для начала сам Рагнарос. Особождаем его из плена плёнки. И, блин. Он очень увесистый. И... Очень качественно сделан. То есть, покрас великолепен просто. Блин. Ну, блядь, это же жемчужина у моей коллекции будет, наверное, сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот такой вот он, Рагнарос. Здесь висит очень здоровая фигурка. Полноценная 30 сантиметров. Нихухры-мухры. И очень тяжёлая. Блин. Я ничуть не подсчитал, что я купил это издание. Этот набор. Учитывая, что там даже самой игры нет. Я, в принципе, очень большой фанат вселенной Варкрафта. Волд Варкрафта, в частности. Я даже с пор играю в него, хоть не так часто, как хотелось бы. Но, тем не менее. И вот такое издание. Оно стоит официально 6 тысяч, вроде. Мне досталось, учитывая бонус-баллы на 1С. Спасибо, кстати, 1С за подобные возможности купить такую красоту. Без заказа из-за границы. Всего лишь за 3 тысячи с чем-то. 3 тысячи с копейками. Ну, конечно, это я виноват в том, что накопил столько баллов. Но, тем не менее. Да, блин, даже за фулл прайс 6 тысяч. Понимаете? Вот такая фигурка. Это уровень года вора. Давайте сейчас даже сравним. Вот, собственно. Это прошлогодний года вор. Из коллекционного издания. Которое стоило... Дайте не соврать. 1,008. У барыг она потом стоила, наверное, 1,0012-1,3. И, да, я понял, что там еще диск был. И куча всякого другого мерча. Но, блин. Тут тоже мерч есть. То есть значок, как минимум. Литографии классные. Коврик. И вот это все. Соответственно... Ну да, подсоймы все они примерно одинаковые. Но рогноз чуть больше. Но по качеству проработки деталей все-таки... Трудно судить. Потому что рогноз еще стилизировал так под некоторую схематичность. Под статую, можно сказать. Поэтому я не буду обвинять кого-то из Blizzard или Sony в недобросовенности. Все равно это очень дешево. Очень дешево за такую подобную красоту. Чтобы вы понимали, под какого уровня фигурки они за 1015 спокойно можно продавать их, если кто-то другой производит. Поэтому я крайне рад в том, что Blizzard позволяет такой вот покупать за такие деньги. Учитывая, что это Blizzard. А Blizzard любили деньги. И я думал, что эта кольцонка будет 1015 стоит. Но нет. Довольно-таки дешево. Поэтому, блин. Очень круто. Очень круто. Я помню еще времена классики. Ну, я их не застал. Я перешел лишь в Бернг Руссейде. Но мы с друзьями все равно пока проходили классический контент. Потому что за пределью у нас не работало еще. То мы убивали Рагнароса. Пытались, вернее. Мы так его не убили тогда. Я убил в первый раз Рагнароса, собственно, в ивенте на 10 лет. Да, именно так получилось. Потому что до этого как-то ходить в огненные недры было незачем. Кроме Трансмога. Но компания не собиралась. Но, да. Мне всегда он нравился. И чем-то босс привлекал всегда своей эпичностью, что ли. Наверное, сейчас ставлю какие-нибудь ролики с ним. Может геймплей. Подумаем об этом. А пока с вами был, как обычно, слой Гейзер. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась данная распаковка. И я крайне надеюсь, что не поленился. Потом записал, как можно больше всяких крупных планов, наездов. Вот это все. А то в прошлом с этого не хватило явно. Что ж. Всем спасибо. Все, и сейчас мы уже встретимся, скорее всего, на распаковку посылки с Игромира. Либо, либо кольцонки Вархаммера. Которая мне досталась за какие-то безумные тысячи рублей. Когда на старте мне продавалось за тысячи за пять. Посмотрим, когда она приедет ко мне. И приедет ли вообще. Я еще, наверное, не оплачивал ее. Увидим. В любом случае, всем спасибо. Всем рекомендую достать такую кольцонку, если вы еще сможете. Ну, кто любит подобное. Потому что, блин, набор классный. Так что, всем спасибо. И всем пока.